Мужа-мужа, голова, а белого, белого! Малолетний дерьминь – это не возраст в паспорте и не медицинский диагноз. Малолетний дерьминь – это состояние ума. Приветствую, друзья! Знаете, вы вот будете смеяться, но такой персонаж, как Николай Тищенко, до сих пор находится в партии «Слуга народа». Да-да-да, именно этого высокого интеллектуала до сих пор не выгнали из партии, и он продолжает выдавать просто феерические перлы. Вы все понимаете, что и мы все это понимаем, и ничего не понимаем. Это, знаете ли, какая-то древнекитайская философия из уст Николая льется. Что-то на уровне Кличко, может, даже выше. Да, мы все разумно ставимось до подии. И вы, девчонка, яка посмехается сегодня, под час войны… А, Микола, теперь понятно твое возмущение. Получается, что девушка смеется над военными действиями, а не потому, что ты безграмотный олух, не способный составить в цельное и понятное предложение несколько слов. Народный депутат, пана Микола, яка посмехается, то посмехается, то посмехается, то сложна, непонятно. Кияни незгодны, чтобы ими кто-то руковал. Кияни сьогодні мают желание жить в столице, яка є прикладом. Зал Киеврады просто-напросто уже угорает и ржет над вот этим позорищем, которое сам не понимает, что он несет. Мы видели, ответы слышали, что до тех, которые сегодня почему-то в Киеве, есть в нас столбчики, которые сегодня не дают возможность парковаться. Как ваша фамилия, мыслитель? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий? Спиноза? Я ничего не понял, друзья мои. Мне кажется, кто-то Николая в 2019 году завел не по тому адресу. Вместо начальной школы, где он сейчас должен проходить обучение, он каким-то образом попал в Верховную Раду Украины. Недавно в Фейсбуке украинцы начали проводить так называемый флешмоб едности, когда на своей аватарке ставили маленький такой флажок желто-блокитный, то есть флаг Украины. И Николай тоже поставил. Сейчас у него гордо стоит там желто-блокитный украинский прапор, это легко проверить. Но он поставил не в первый раз. На первый раз он поставил другой желто-блокитный прапор, флаг Швеции. Друзья мои, скажите, вы вот любите гречку? Я вот лично очень люблю. Недавно купил гречку, такую хорошую гречку за 47 гривен. И вы знаете, мне кажется, я лох. Я лох по той простой причине, что Коля Тищенко покупает гречку намного дешевле. Ну, все належит от того шмотка, по-перше, який залишается. Ну, первый шмоток коштует десь приблизно от 50 до 200 гривен за килограмм сала, первый или другой шмоток. Я игоречка? Ну, 12 гривен я покупал. Вы знаете, шутки шутками, это все уже понятно, это все классика. Они зажрались, они улетели в космос, они нас за людей не считают. Ну, и, соответственно, они не знают реальные цены, на которые выживает этот народ. Но когда они живут в православной христианской стране и не знают, чем отличается Рождество от воскрешения Христа, то тут уже, как говорится, пиши про Павла. Хотя, что-то я напал на такого одаренного человека, как Николая Тищенко. Ведь у него же даже чернобыльская трагедия – это праздник. Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, чернобыльская катастрофа. Да ты, брат, дурачок, видно. Представьте на секунду, что вот этот человек, элита, это народный депутат Украины, который путает Рождество и воскрешение Христа. То есть он не понимает, у него вот по его фразам, по его построению речи, по его тотальной неосведомленности и необразованности, понятно, что этот человек с абсолютно отбитой головой. И вот такой человек пишет законы, такой человек нами правит, такой человек является другом президента, такой человек занимает место в Верховной Раде, занимает место кого-то из вас, возможно, друзья мои, которые своими талантами и мозгами не могут пробиться. Самое интересное, посмотри на него. А до этого он, короче, взял бумажник свой и достал карточку. По-моему, карточки нету. Смотри, смотри. Карточки нету, а Николай собирается голосовать. Смотри, у Николая проблема возникла. Да, нет. Не получается проголосовать, да? И в отличие от рака, это не лечится. Друзья мои, я вам так скажу. Нам нужно с вами строить общество по типу сингапурского. То есть, меритократическое общество. Что такое меритократия, для тех, кто не знает? Это отбор по талантам и способностям. Это подбор профессионалов. Истинных, настоящих профессионалов. Которых будет отбирать не какой-то дядя, А будет отбирать компьютер. И будет отбирать честно и праведно. Назначать на те или иные должности. А пока у нас будут приводить в раду вот таких Тищенков, То никакого толку не будет. Потому что вот это существо Николая Тищенко, Он думает лишь о своем личном обогащении. Кто-то сомневается, что человек с таким примитивным интеллектуальным уровнем Будет думать о чем-то другом, кроме о том, как бы купить себе новую версию Бентли. И вот такие, как Тищенко в Верховной Раде, Это плевок в лицо всем нам, пощечина и оскорбление. Пока в Раде сидит Тищенко, Знайте, что вас всех просто-напросто не уважают. Пока. Нам сбудувалось не краину, а такий насос, Який щось там качает, накачивает. Этот парень пи***ц какой тупой! Субтитры сделал DimaTorzok